Здравствуйте! Меня зовут Елена Вилкинсон и сегодня я хотела бы вам показать, как я создаю свою сахарную лозу, одну из которых вы видите передо мной на столе. Я надеюсь вам понравится моё видео, так что следуйте за мной! Сегодня я покажу вам, как мы будем собирать нашу лозочку сахарную. На днях я сделала вот такую. И сегодня постараюсь её повторить. Для создания этой розы мне понадобилась досточка с неприлипаемой поверхностью, скалочка, скалочка поменьше, инструмент с металлическими шариками на концах, но это могут быть и пластиковые инструменты. Коврик поролоновый, иначе называется мексиканский. Набор вырубок. У меня он пластиковый, состоит из пяти размеров. Вот такой. Становилось на нём. У меня он достаточно подошёл и результат использования этого набора меня, конечно, впечатлил. Дальше ваннер для лепестка роз. Вырубка чашелистик тоже самое пластиковая. Ну и основа. Основа для розы. Основу для розы я делаю из полистиролового шарика. Диаметр 2,5 см. Также можно сделать этот шарик из мастики. Единственное, основа у вас будет тяжелее, но и сама роза тоже будет тяжелее. Выбирайте, что вам удобно, что вам подручно. Когда вы закрепили шарик на проволоке. Проволоку я использую для основания. Для стебелька 18 размер. Когда вы её закрепили, сверху из мастики цветочной прикрепляем вот такой вот небольшой конус. Ну и, в принципе, все инструменты, которые нам нужны. Мастика, естественно, цветочная. Мастику я готовлю сама. Мне нравится её консистенция. Нравится её плотность. Основывалась я на рецепте Алана Дана. Единственное, под себя я его переделала, добавив в мастику дополнительную чайную ложку желатина. Для того, чтобы она стала пожестче. Мне нравится именно вот такая жесткость. Мне нравится ей работать. Ну, в принципе, и всё. Примемся за делом. Прежде всего, проверьте свою досточку. Насколько она действительно неприлипаемая. Подготовьте её, если вы не уверены. Для этого можно использовать любой растительный жир. Но у меня есть такой Petal Base. Называется основа растительного жира. Не знаю, что тут ещё входит в состав. В принципе, относится к съедобным продуктам. Имеет запах ванили. Небольшое количество наносим на досточку. И растирающими движениями при помощи ватного диска удаляем излишки. Тем самым натирая досточку. Полируя её для нашей работы. Постарайтесь не оставить нигде излишков жира. Так как он может помешать нам. Ну, вот и всё. Досточка отполирована. И приступим к раскатыванию мастики. Я не советую раскатывать большие плоскости. Большое количество мастики. Во-первых, это неудобно. Ну и во-вторых, при каждом дальнейшем раскатывании мастики, она становится всё жёстче и жёстче. Всё менее пригодная для дальнейшего использования. Поэтому отщипываем небольшой кусочек. Разминаем в руках. И начинаем раскатывать. Розочку мы сделаем розовой. Всё зависит от того, какой вы хотите. Вы можете покрасить мастику в любой другой цвет. Раскатываем тоненько. Так как лепестки у розы тонкие. Вот и нам нужно добиться этой же толщины. Есть очень простой и доступный тест проверить, насколько тонка ваша мастика. Для этого после очередного раскатывания снимаете её с досточки. Подкладываете любой мелкий текст. Накладываете мастику и смотрите, читается текст или не читается. Ну, я не могу прочесть текст. Вижу только строчки. Можно бы ещё покатать нашу мастику. До такой характерной полупрозрачности. Достаточно, я всё же думаю. В данном случае хватит. Берём излишки и начнём вырезать наши лепесточки. Начнём с самой маленькой вырубки. И нам таких лепесточков понадобится 8. 3 лепесточка понадобится на первый ряд и 5 лепесточков на второй ряд. Опять же таки, этот метод сборки розы я выработала для себя сама. Знаю, что есть много других методов. Но я остановилась на этом. Для меня он, кажется, более... Роза в результате кажется более реалистично выглядящая. И сборка не настолько сложная, как есть описание в книгах. Итак, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лепесточков. Два лепесточка имейте всегда в запасе. На тот случай, если процесс наклеивания пошёл неудачно и вам вы испортили парочку. Они у вас всегда будут в запасе. Вам это сохранит время на раскатывание. Мастейки не отвлечёт от процесса. Остатки сминаем в шарик и убираем в пакетик. Пакеты хорошо завёрнуты, закручены, без доступа воздуха. Итак, переносим наши лепесточки на коврик мексиканский. Не знаю, почему он мексиканский. Как-то так. Наверное, что-то связано с этим. Не знаю даже. Не могу объяснить. Итак, с досочкой мы пока распрощаемся. И переходим на коврик. Отлипай. Так. Камон. Перенесли все наши лепесточки. И теперь нам понадобится инструмент с шариком на конце. Шарики выбирайте как можно побольше в диаметре. Итак, одним круговым движением, касаясь половинкой шарика, касаясь лепестка, второй половинкой касаясь самого коврика, делаем вот такой вот оборот. Не делаем вот этих движений, так как у вас пойдет волна. А волна нам ни к чему. Сделали два, откладываем в сторонку на случай, если что-то у нас не так получится. И начнем приклеивать первый ряд. В качестве клея я использую чистую воду и кисточку. Наносим небольшое количество воды. Воды должно быть действительно небольшого количества, так как переизвыток влаги мастику вам испортит. Он ее просто расплавит. И приклеиваем первый лепесточек таким образом. Двумя миллиметрами выше, чем сам конус. Левую сторону мы приклеиваем. Правую оставляем открытую. И под этот открытый лепесточек мы вставляем второй лепесток. Под открытую правую сторону лепестка мы вставляем третий лепесточек. И хорошенько, плотненько их укладываем вокруг нашего конуса. Все торчащие части подклеиваем влажной кисточкой. Не мокрой, влажной. Следите за тем, чтобы руки у вас были всегда сухие. Иначе мастика будет тянуться за вашими пальцами. Итак, первый ряд мы наклеили, который состоял из трех лепесточков. Задача наша состояла в том, чтобы закрыть конус. Сам его кончик. Конус не должен быть виден. Если у вас и осталось небольшое, небольшое такое отверстие, это допустимо. Главное, чтобы не было видно, не просматривался конус, который находится под лепесточками. И начинаем наклеивание второго ряда. То же самое. Небольшое количество воды. Влажная кисточка. Проходим по нашим лепесточкам предыдущего ряда. На второй ряд нам понадобится пять лепестков. Приклеиваем в любом месте. Двумя миллиметрами выше предыдущего ряда. То же самое. Левую часть мы приклеиваем к конусу. А правую оставляем открытой. И под эту открытую часть лепестка спиралькой мы вставляем каждый последующий лепесточек. Итак, два вставили. Третий. Четвертый. И пятый. Вот таким образом. И подклеиваем лепесточки. Плотно-плотно касаясь друг дружки. Никаких еще открываний лепестков мы не делаем. Мы делаем просто серединочку. Делаем плотно серединочку розы. Вот таким образом. Два ряда у нас наклеены. Первый состоял из трех лепестков. Второй из пяти лепестков. Самая маленькая вырубка. Из нашего размера. Два лепестка нам не понадобилось. Процесс прошел удачно. Просто их убираем в сторонку. Они нам больше не нужны. Следующий ряд будет состоять из пяти лепестков. Это будет у нас третий ряд. И четвертый ряд будет состоять из пяти лепестков. Того же размера. Нам понадобится вырубка. Следующий размер. Из нашего набора. И таких лепесточков. Мы сделаем десять. Пять на третий ряд. И пять на четвертый ряд. Берем нашу мастику. Если она у вас немножко почерствела фратишка. Разомните ее еще разочек. Хорошенько пальцами. В ладошках покатайте. Отдайте тепло своего тела ей. И она вас не подведет. И так. Раскатываем мастик. То же самое. Теми же самыми движениями. Аккуратненько. В разных направлениях. До полупрозрачности. Сил понадобится много. Перераскатывание. Для новичков покажется процесс не слишком простой. Но ничего. Все освоится. Навык придет. Перераскатывание не будет казаться нечто чем-то. страшно. И так. Раскатали ему нашу мастику до полупрозрачности. И вырезаем 10 лепесточков. На третий ряд 5. И на четвертый ряд 5. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Остатки мастики убираем. И помещаем. И помещаем эти остаточки в наш пакетик. И так. Работать мы будем сначала с лепестками третьего ряда. Затем с лепестками четвертого. Те лепесточки, которые нам не нужны. А их будет пять штук на четвертый ряд. Мы их берем в сторонку. Накроем их. Можно целлофановым пакетиком. Можно силиконовым ковриком. У кого что есть. И принципиально. Главное. Предотвратить допуск воздуха. К ним. Чтобы они у нас. К тому времени. Когда придет их черед с ними работать. Чтобы они у нас не засохли. Остальные пять переносим на коврик. И теми же самыми. Круговыми движениями. Касаясь только краешка и коврика. Одним круговым движением. Утончаем наши обрезанные и вырезанные края. Можно с одной стороны. Можно и со второй. Главное нам не волнить мастику. Не делать края волнистыми. Если они вдруг у вас получились. Получается волна идет сильная. Просто прижмите пальцами. Разровняйте. И так. Лепестки для третьего ряда готовы. Берем нашу мастику. Берем нашу основу. Наносим небольшое количество воды. И процесс повторяем тот же самый, что и предыдущие ряды. двумя миллиметрами выше. В любом месте мы наклеиваем первый лепесточек. Под открытую правую часть лепестка мы подносим второй лепесток. Далее третий лепесток. Таким образом у нас образуется спираль. Четвертый лепесточек. И наконец пятый лепесток. И подклеиваем все наши открытые, висящие в воздухе лепесточки. Подклеиваем плотненько. Повторяем форму конуса. Теперь у нас он уже усеченный, но все же конус. Руки оставляйте сухими. Нужно использовать небольшое количество крахмала. Вот таким образом. Хорошенько уплотнили. У нас образуется потихонечку воронка. За счет того, что каждый последующий ряд мы приклеиваем двумя миллиметрами выше предыдущего. Итак, это у нас был третий ряд. И переходим к четвертому ряду. Переносим все лепесточки четвертого ряда на коврик. И теми же самыми круговыми движениями проходимся по краешкам лепестка. То же самое можно сделать с другой стороны. Перевернули на стеклу. И то же самое приклеивается. В случае, если мастика прилипает к инструментам, небольшое количество крахмала поможет в этом случае. Только небольшое. Так как крахмал, впитываясь в мастику, придает ей хрупкость, непригодность к использованию. Итак, лепестки четвертого ряда готовы. Наносим также небольшое количество воды. И теми же самыми незатейливыми движениями выбираем любую позицию. Двумя миллиметрами выше. Подклеиваем левую часть, правая точно также приоткрыта. Заводим лепесток. Второй. Также заводим третий. Далее четвертый. Пятый. Далее четвертый. Подклеиваем лепесточки те, которые у нас. Те части, которые у нас. Каждый раз мы получаем спиральку из них. Но ряды у нас не продолжают друг друга. Они у нас все отдельные. Вот таким образом. Мы повторили конус. Форму конуса. Для нас образовалась вот такая вот, скажем так, довольно плотная серединка. роза. Которая нам наполнит серединку настоящей розы. итак, мы наклеили четыре ряда. Следующий ряд это пятый. И следующий размер лепестков это размер номер три в нашем наборе. И таких лепесточков нам понадобится три. Раскатываем на стеку до полупрозрачности. 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 И вырубкой большего размера вырезаем три лепесточка. Остатки точно так же убираем. Если вы заметили, что мастика ваша становится все жёстче и жёстче, не экономьте. Просто оставьте этот кусочек, выбросьте и перейдите к свежей мастике. Эти три лепесточка пятого ряда мы переносим на коврик. И таким же самым движением, одним большим круговым, утончаем наши лепесточки. Старайтесь не волнить их. Если не получается, то разровняйте их просто рукой. И так они у нас готовы. Начинаем их подклеивать. Мы сделаем точно так же. Их подклеим двумя миллиметрами выше. При этом найдем серединку лепестка. Сделаем защип. И подклеим двумя миллиметрами выше. К нашему бутончику. Так же поступим со следующим. Найдем серединку. Прищипнем ее. И приклеим к нашему бутончику двумя миллиметрами выше. То же самое поступим и с третьим лепестком. И приклеим его. Старайтесь приклеить лепесточки этого ряда таким образом, чтобы они равномерно распределились по той окружности, которую мы задали. Чтобы у нас получился вот такой вот треугольничек состоящий, который хорошо просматривается. Таким образом мы уже будем показывать, что наш бутончик потихонечку раскрывается. Серединка вот этими зажимами, защипами. Вот, пожалуй, сейчас мы остановимся. На этом этапе мы наклеили пять ярусов лепестков. И на этом этапе я начну окрашивать нашу розочку. Я выбрала вот такой розовый цвет, розовый насыщенный. Вы можете выбрать менее насыщенный или наоборот более насыщенный красный. Для этого нам понадобится широкая кисть, кусочек кухонного полотенечка. Ну и, в принципе, все. И вот такими промакивающими движениями мы будем наносить краску, не повреждая, не надавливая на лепестки, так как они у нас еще довольно-таки влажные. Краску лепесточки возьмут достаточно большое количество. нам удастся сделать розу довольно насыщенного цвета. Именно влажная мастика впитывает большое количество сухой краски. Добиться ярких глубоких тонов можно именно на том этапе, когда мастика еще сырая. Когда мастика засохнет, уже глубоких оттенков не достичь. Можно всего лишь только затонировать некоторые части, некоторые места. Итак, я затонировала где-то на половинку, две трети. Нижнюю часть оставлю в покое, не буду ее тонировать. Во-первых, она не будет видна у нас под следующим расположением лепестков. И, во-вторых, к этому основанию мы будем подклеивать следующие лепестки. Вот так вот получилось у нас окрасить наш бутончик. Оставим их пока в покое и перейдем к шестому и седьмому рядам. Они у нас будут состоять, будут вырезаны одной и той же вырубкой. Это вырубка номер четыре из нашего набора. На шестой и на седьмой ряд нам понадобится всего лишь по три лепесточка. Я сделаю сначала шестой ряд, а потом сделаю седьмой ряд. Чтобы у нас лепестки седьмого ряда не пересохли, так как манипуляции с этими лепесточками я буду совершать значительно больше, чем с предыдущими. Раскатываем мастику, так же тоненько, так же аккуратненько. Если вы видите, что это многовато, уберите излишки. Они вам будут только мешать при раскатывании. Вот таким образом. И вырежем. Три лепестка. Один, второй и третий. Остатки мастики уберем в пакетик. Будем работать теперь поочередно с каждым лепестком. Значит, два. Остальных мы положим под пакетик. Работаем с одним. Перекладываем на мексиканский коврик. Одним движением. Проходимся по краю лепестка. Таким образом. И на этом этапе будем делать текстуру. Воймер купила новый. Не знаю. Мне он понравился. Думаю, во втором случае он мне тоже понравился. Не второй в своей розочке. Так. Сделали текстуру лепестка. Отложили коврики. Отложили. И переходим к окрашиванию. Возвращаем краску. И производим окрашивание. Окрашивание лепестков производим сверху вниз. Для того, чтобы весь акцент у нас приходился на краешек лепестка. Окрашивание производите. Старайтесь производить каждый раз на чистом месте. Чтобы не пачкать нашу работу. Так. Покрасили. Сдули, стряхнули. Остатки краски. Теперь также зажимаем серединку. И теперь от этой серединки вправо и влево. Самыми кончиками наших пальчиков. Пока лепесточек еще живой. Пока мастика не высохла. Придаем вот такое движение. Если видно через камеру. Вот такое движение лепесточка. И подклеим его небольшим количеством воды. Нанеся на самое основание. Берем наш бутончик. И теперь на стык предыдущих двух наклеенных лепестков. Мы подклеиваем и наш лепесток. Уже теперь на одном уровне. Со всеми остальными. лепестками. Вот таким образом. Мы замечаем, что наш лепесточек коснулся шарика на этом этапе. Вот так мы подклеили. Переходим ко второму. Это пока все уберем. Ко второму перейдем лепестком. Также его обработаем шариком. С обеих сторон. Ни волня. Переложим в наш лайнер. Сделаем текстуру. И прокрасим. Можно делать все эти обработки лепестка. Все трем одновременно. Для тех, кто не быстро работает. Я работаю не быстро. Я, конечно, рекомендую поочередно работать с каждым из лепестков. Пусть мастика остается влажной, лежа под пакетиком. Просто при нанесении сухой краски на мастику, на тоненько раскатанный лепесток, мастика сохнет еще быстрее. Она становится не такой эластичной. Итак, серединку также намечаем и кончиками пальцев самый-самый-самый краешек обгидаем. Влажной кисточкой смачиваем основание и подклеиваем на следующий стык. Вот таким образом. Уже даем нашим лепесточкам сверка открыться. Вот так. Ну и с третьим проделаем тоже самое операция. Принесем ее на коврик. обойдем большим движением по краешкам лепестка. Также сделаем оттиск и прокрасим тем же самым способом. Той же самой краской. Перевернем и нанесем краску с обратной стороны. также где-то на две трети или половинку от высоты лепесточка. лишнее уберем, наметим серединку лепестка и также от себя. Повернем и сделаем на себя. Клажная кисточка, вода и подклеиваем. Отклеиваем на оставшееся незаполненное место. Вот таким образом. Вот у нас уже получается вот такой бутончик. уже узнаваемый. Вот так. Можно сделать небольшие еще движения. Вот такой у нас получился шестой ряд. Седьмой ряд мы сделаем тем же самым способом. Тот же самый четвертый размер вырубки. Тоже самое три лепесточка. И также мы их наклеим на стыке предыдущих лепестков. То есть получается в шахматном порядке. Уровень мы теперь уже оставляем прежний. Мы не поднимаем с каждым наклеиванием последующего ряда. Мы не поднимаем уровень. То есть мы добились на этом этапе, мы добились достаточной высоты бутона, который бы я хотела. Так мы закончили наклеивание лепестков седьмого ряда. Процесс выглядел точно так же, как и наклеивание лепестков шестого ряда. С использованием вырубки того же самого размера номер четыре из нашего набора. И количество лепестков также было равное трем. Вот они наши. Делаем мы уже в такие воздушные кармашки. Наклеивали также на стык предыдущих двух лепесточков. В шахматном порядке, так можно сказать. Потихонечку начинаем открывать наши лепестки. Показываем, что бутончик наш раскрывается. Итак, теперь наша задача до седьмой и восьмой ряда. Их раскатываю я иначе. Работать теперь буду с каждым по отдельности. И этот способ создания лепестка пришел ко мне в процессе моих поисков страданий и мучений. И я покажу, как это все выглядит. Итак, по одному лепесточку мы раскатываем вот таким треугольником. Нашу мастику. Оставляя при этом нетронутым верхнюю часть нашего мнимого треугольника. Где-то примерно на один сантиметр вглубь мастики проходит это уплотнение. И вырубкой размер номер пять, самой большой вырубкой из нашего набора, мы вырезаем таким образом, чтобы основание лепестка прошло через наше уплотнение и было где-то на сантиметр утоплено во внутрь самого лепесточка. Вырезаем. Излишки убираем. У нас получается вот такой пельмешек. В основании он толстенький миллиметров, наверное, пять точно. Здесь тоненький. На этом этапе я уже не использую мексиканский коврик. И этот шарик, так как чем больше становится лепесток, тем сложнее утоньшить краешек самого лепестка, не придав волну. Волна мне в этом случае ни к чему в этом цветке. Поэтому для того, чтобы утоньшить, я использую маленькую скалочку. И делаю это вот таким образом. Растягивая и вытягивая краешки лепестка. Не бойтесь того, что у вас край лепестка становится такой неровный. Если вы рассматривали розу, можете заметить, что на этом этапе розочки такие рваные неровные края. Раскатали и вкладываем в наш вайнер таким образом, чтобы утолщенная часть легла на основание. Тоненькая часть на широкую часть вайнера. Прижимаем. Стараемся прижимать только верхнюю часть, не касаясь нижней части, не расплющив нашу нижнюю часть. Расскажу почему. Дальше наша задача это окрасить лепесток. Окрашивание произведем тем же самым способом сверху вниз. То же самое на половиночку или одну треть. Быстрыми движениями. Перевернем и нанесем. На этом этапе, когда лепесточек уже вот такой большой, я обычно наношу уже и вторую краску. Подтиночную. На краешек. Так, мы окрасили приблизительно на одну треть. Теперь наша задача состоит в следующем. Нанести небольшое количество крахмала на ладошку, положить наш лепесточек. И та часть, где у нас проходит уплотнение, вот оно у нас получается, вот таким вот, или квадратиком, или треугольничком, как назовете. И вдавить. Вдавить. Не раскатывая по ладошке. Оставить форму изначальную, которую мы придавали. И размер. Оставить изначальной. Только вдавив. Значит, что мы получаем в итоге. Мы получаем лепесточек, который очень похож и повторяет лепесточек. Здесь только настоящие розочки. Нижние, нижние ее слои. То же самое. Намечаем серединку. Ой, ой. И от этой серединки, и вправо, и влево, аккуратненько, вот такими движениями, пальчиками, завернем наш лепесточек. Вот таким способом. Далее наносим небольшое количество на эту выемочку. И подносим наш бутон. Что получаем? И приклеиваем бутончику. Мы получаем четкое повторение формы нашего основания, нашего шарика. Вот такая форма получается. Красивая такая. Голбочка. Рюмочка. Этот метод я придумала сама. Может быть в практике это где-то встречалось, но как бы я не первооткрыватель, а во флористике. Я думаю, что возможно это способ есть у кого-то. Но я не читала ни в описании, не видела на видео. Ну и так как я не посещала ничьи курсы, естественно, я этого метода не встречала. Таких лепесточков мы делаем еще два. Это у нас восьмой ряд. И вот восьмой ряд у нас подклеен. Перейдем теперь к девятому ряду. Девятый ряд у нас будет состоять также из трех лепестков. Того же самого большого размера из наших вырубок. Способ раскатывания, способ придания формы будет тот же самый, что и для ряда номер восемь. Ну и я еще раз повторю этот процесс. С каждым разом у вас придание формы будет получаться все лучше и лучше. Самое главное его постичь. И вы будете только наслаждаться результатами своей работы. Раскатываем треугольником вправо и влево. Раскатываем тоненько, оставляя вот это уплотнение. Вот такое уплотнение у нас получается. Не тронуто. Но оно сходит на нет. Оно не торчит большим горбом. Оно плавно сходит от самой толстой части своей к самой тоненькой. Раскатываем еще потоньше. Раскатываем еще потоньше. У нас заходило где-то примерно на один сантиметр. В глубину лепесточка. И вырезали. И убрали. Оставляем нетронутым плотную часть и раскатываем наши краешки. Придавая им вот такие неровности. Неровности в данном случае только приветствуются. Вот таким образом. Также проходим через вайнер. Нажатием. Плотным нажатием мы достигаем текстуры. И переходим к окрашиванию лепестка. Старайтесь использовать каждый раз при окрашивании чистое место на своем полотенце. Чтобы не загрязнить наш лепесток в тех местах, которые хотим оставить светленькими. Итак, также с верхней части нанося на нижнюю часть. Акцент делаем на краешек лепесточка. Вот таким образом. Можно сразу добавить немножко темного. Акцент делаем на самый край. И перевернули. И наносим основной оттенок. И дополнительно потемнее. Старайтесь, чтобы полотенце, на котором вы работали, не имело ярко выраженный рисунок. Так как мастика тонкая, она у вас будет повторять рисунок полотенца, но никак не текстуры вашего лепестка. Итак, зажимаем серединку вправо и влево. От этой серединки делаем вот такие вот закручивания. И опять же таки кладем на ладошку и вдавливающими движениями большим шариком, не раскатывая основание лепесточка. Делаем углубление. Далее это углубление мы смачиваем небольшим количеством воды и подклеиваем к нашему бутончику под самое основание на стык предыдущих. Вот таким образом. Вот так. Хорошенько обжать наш бутончик со всех сторон. Лепесточек показать, что он уже открыт. Немножко его в сторону отогнуть. Он у вас и так отогнется за счет того, что мы придали вот такую вот формочку. Итак, это девятый у нас ряд. Первый лепесток. Таких лепестков мы сделаем три. Я еще разок подробно остановлюсь на создании лепесточка из нашего восьмого и девятого рядов. Раскатываем кусочек влево и вправо таким образом, чтобы у нас образовывался здесь вот такой небольшой четырехугольничек, если на него посмотрим. Оставляем его не касаемым. Вправо и влево растягиваем, раскатываем мастику. Его же не касаемся скалочкой. Раскатали. Вырубкой. Основанием. Прикладываем таким образом, чтобы наше уплотнение заходило вглубь лепесточка примерно на сантиметр, может быть чуть больше. Делаем вырез. Вот получился вот такой формы лепесток. У основания где-то 5-6 миллиметров. Вглубь уплотнения где-то на сантиметр. Ну и здесь обычный лепесток. Утончаем вот таким образом. Именно скалочкой. Очень удобно. И заодно делаем неровность в нашем лепесточке. Также проходим через лайнер. лепесток. Получаем оттиск и переходим к окрашиванию. Украшиванием, видно, наполовинку. высоты лепестка с обратной стороны. И добавим немножко темного на краешек. Немножечко темного. Немножечко. Намечаем серединку. От серединочки влево и вправо. Делаем вот такие загибания. Листочек закручивается. Кладем на ладошку. И вот таким вдавливающим движением делаем как бы чашечку. Не растягиваем ни вправо-влево, ни вверх-вниз. Оставляем форму, которая была изначально. Единственное, только вдавливаем. Получается у нас вот такой формы лепесточек. Наносим водичку на самое основание. И этот лепесточек подклеиваем на место стыка предыдущих лепестков. И хорошенечко обжимаем. Нужно пальцами, а можно инструментами. Кому как удобно. И вот мы смотрим. У нас это девятый ряд. Лиза практически готова. Я наклею еще чуть позже десятый ряд. Вот. Покажу где он. Вот он самый крайний будет. Это десятый ряд. Ну и пока мы розочку свою оставим в покое. дадим ей немножко подсохнуть. Но в процессе того, как она у вас будет подсыхать, вы все же можете придавать вашим лепесточкам еще законченный вид. Если он у вас начинает подсыхать, но вы недовольны тем, как он, в каком положении он подсыхает, просто подышите. Подышите на лепесток. Вдохните в него как бы силой своей живой. Он помягчеет и вы сможете с ним немножко поработать. Ну, в принципе, все. Я довольна на этом этапе, как выглядит моя роза. Я ее оставляю. Ну, думаю, что на пару-тройку часов это точно. Все зависит от влажности и температуры в вашем помещении. Пара-тройка часов как бы точно будет необходима. И затем я продолжу. Я продолжу тонирование лепесточков розы, когда они уже будут более такие жесткие. И продолжу приклеивать десятый ряд, на чем мы и как бы вступим в процесс завершения создания нашей розочки. Так, прошло достаточно времени с того момента, как мы оставили в покое нашу розочку. Мастика окрепла. Можно ее покрасить на данном этапе. Для себя я нашла вот такой интересный цвет. Называется он белая орхидея. Прекрасно оживляет розовый цвет. Мы сейчас им пройдемся от основания лепестка. По внутренней части его. Таким образом. Вот так. Хорошенечко, хорошенечко закрасим. Также зайдем в те места, доступные, когда проходит наша кисть. Если же она не заходит, глубоко не форсируйте. Иначе вы можете поломать хрупкие лепестки. Можно еще пройтись по верху немножко. Цвет действительно оживляет. Основной розовый цвет. Делает нашу розу более приближенную к настоящей. Оригинальный. Вот таким образом. Некоторые места. Не все ее. Вот так. Так что на этом этапе можно выделить. в серединочку. Добавим глубины. И пройдясь по самым-самым краешкам розы, особо выделив вот эти места. Места изгиба. Лепестков. В этих местах лепесточки настоящей розы. Обычно более помошенные. Смошенные. Мы это тоже повторим на своей розочке. При накладывании темных оттенков самое главное не переусердствовать. Кто уже сталкивался с подобными ошибками, тот знает, что излишек ненужной краски очень сложно. И даже можно сказать практически невозможно снять с лепестков уже готового цветка. Поэтому лучше не докрасить, чем перекрасить. Лучше добавлять уже в процессе. Понемножечку. 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 Вкрутя розочку. Так. Мы слегка придали нашей розе оттенки более темные, более насыщенные. Выделив некоторые моменты более глубоко нежели другие. Ну и пока оставим розу и будем делать десятый ряд. Уберем сторонку краски. Они нам пока не понадобятся. Понадобится нам вырубка. Самая большая, последний размер из этого набора мастика. Протрем нашу дозочку, избавим от возможной краски. И раскатаем тоненько мастику. Хорошенечко размять ее нужно в руках, пальцах. И таким же образом, как обычно, мы раскатываем мастику. Раскатаем эту часть. Количество для десятого ряда лепестков. Нам необходимо 10. Василий, конечно, надо прилагать немало. Для того, чтобы раскатать мастика. Это неотъемлемый процесс. Никуда не еться. Итак, мастика раскатана тоненько. Мы вырежем три одинаковых лепесточка. И уберем остаточки. Работать будем также поочередно. И те, которые не в процессе, мы их уберем под полиэтиленовый пакетик. Будем работать с той, что у нас на доске. Итак, раскатываем тем же способом краешки. Делаем края неровными. Делаем их рванными. Вот таким образом. Приходимся файмером по нашему новому лепесточку. Вот так. Смой лепесточек с файмера. Кладем на салфеточку для дальнейшего окрашания. Цвет основной, тем которым мы красили розу. Также окрашиваем одна, одна треть. Здесь же половинка от высоты нашего лепестка. Наносим более темный слой краски. И можем загубляться дальше по лепесточку. Эти лепестки десятого ряда у нас будут самые крайние. Обычно крайние лепестки розы более темного цвета. Мы сделаем их со старинного вида. И даже нанесем немного фиолетового оттенка. И с другой стороны также. То же самое. Выбираем серединку, намечаем. И теперь вот таким движением. Приблизительно на 3 части делим полуокружность нашего лепесточка. И начинаем заворачивать. Сначала среднюю часть. Или на себя, или от себя, как вам удобнее. Сначала завернули среднюю часть. Теперь от этой средней части слева и справа. Делаем вот такие загибы. Заворачиваем лепесточек. Чтобы получились вот такие уголки. Кто рассматривал розы, могут увидеть, что действительно нижние лепесточки у розы имеют вот такие вот загнутые уголочки. Самое основание лепестка мы смачиваем водой. Небольшим количеством. И подклеиваем вместо стыка. Начиная от самого основания. Вот так. Вот так. Вот так. Приклеилась. Приклеилась. Приклеилась по месту. Наша часть. Вот так. В таком положении. Если она у вас откроется с боков, аккуратненько водой. Совсем немножечко. Такой вот получается нашего десятого ряда. Один лепесточек приклеили. И еще два аналогичных. Раскатываем тоненькой палочкой краешки лепестка. Тем самым мы их тоньшаем. И придаем такой вот неровной форме. Вкладываем лайнер. Встаем. Переносим на салфетку на чистое место. Возвращаем наши краски назад. И на чистом месте мы окрашиваем второй лепесточек. Окрашивание производим сверху вниз. От края лепестка. К его серединке. Дальше можно сразу нанести темноту. Переворачиваем. Переворачиваем то же самое. Проделаем с обратной стороны. Найдем чистое место. Добавим немножко сиреневого. серединка. Под старин как бы наш лепесточек. И точно так же намечаем серединку. От этой серединку наметили. Центральную часть выделили. и трубочкой в самый кончик. При помощи пальчиков ножа закатали. Наш лепесток. Таким образом, чтобы образовались вот эти уголки. Левую руку взяли наш лепесток и пришлись по основанию кисточкой, смоченной в воде. И подклеили, начиная от самого основания, но на стык. Приклеиваем этот лепесток. Вот так. Выправляем. Расправляем. Получается вот такой вид. Два лепестка мы уже наклеили. Теперь нам осталось наклеить третий. Той же самой технологией мы будем пользоваться при его изготовлении. Раскатываем этот лепесток в стороны, в стороны, на себя. Через вайнер. Экратненько снимаем его. Если у вас вайнер прилипает, вернее, если лепесток прилипает к вайнеру, тогда хорошо пройтись небольшим количеством крахмала. По нему тогда все будет в порядке. И то же самое на чистое место перекладываем наш лепесток и работаем с лепестком. Так. И с другой стороны. И добавим темных тонов. Поглубже уже. И немножечко состарим еще более темным цветом. Так. Получили мы третий лепесток. Лишнее стряхнуть, сдуть, выделить серединку. И опять же таки центральную часть мы заворачиваем. От этой центральной части левую, правую часть тоже самое. Кратненько трубочку сворачиваем. Вот так. Теперь небольшое количество воды на основании и приклеиваем на то место, где нам, а вы, не хватает. Не хватало нам его вот на этом месте. Хорошенько обжимаем. Смотрим, что у нас получилось. Сюда мы его переклеим. Так мы наклеили десятый ряд, состоящий из трех лепесточков. Десятый мы сделаем заключительным рядом, завершающим. Так как одиннадцатый уже здесь, на мой взгляд, будет лишним. Лепестки можно подклеить, можно оставить неподклеенными. Вот так. Получается, что лепестки последнего десятого ряда у нас более темные по сравнению с лепесточками верхних рядов. Так в основном у цветочков и бывает. По крайней мере, у моей розочки так. Берем другую кисточку и наносим завершающие оттенки. Опять же таки, белая орхидея на белые, вернее не закрашенные места. Вот так. И вот здесь. Можем немножечко красить низ наших лепесточков. Если они недостаточно для вас окрашены. И перейти на более темный зеленый цвет. Добавить его к основанию розы. Там, где будет у нас прикрепляться чашелистик. Зеленый цвет хорошо добавить еще и на саму розу. На лепестки. Если вы присмотритесь к розе, к любовь, то вы увидите не один и не два тона на ней. А более чем три. Зеленый цвет тоже самое. Она освежает розу и делает ее более живой. Если мы его добавим в некоторые места на нашей розочке. Так же можно выделить серединку розы, нанеся на внутреннюю часть более темный, более темный тон. Но это опять же таки по желанию. Главное не переборщить. Главное не сделать цвет розы грязный. Я вот, пожалуй, остановлюсь все таки на том, что у нас есть. Единственно, можно чуть-чуть проработать вот эти вот заломы на лепестках. Они все же потемнее у розы. В некоторых случаях даже бывают черные эти места. Настолько темные, что эффект, что на первый взгляд кажется, что они даже черные. Не будем чернить. Ставим так, как есть. Ну вот. Наша розочка практически готова. Осталось ей подклеить чашелистик. И листики. Будет у нас настоящая роза. Вот туда поглубже еще зайду. Кисточкой своей. Кисти эти я люблю. Они настолько мягкие. Настолько приятно ими работать. Краски ложатся с их помощью. Просто великолепно. Вот туда тоже залезу немножечко. Ну вот и все. Роза наша отдыхает. Мы подошли к этапу создания чашелистика для нашей розочки. Которые мы собрали накануне. Для этого нам понадобится мастика зеленого цвета. Я ее окрасила накануне. Разомнем ее в руках. И придадим форму конуса. Утолщенную часть нашего конуса. Широкую часть. Разомнем. Прикладываем к доске. Вот такими вот движениями. И теперь скалкой тонкого диаметра раскатаем мастику. Ставимся нашей скалкой подойти как можно ближе к нашему выступу, к конусу. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Теперь наденем чашелистик и вырежем. Приворачиваем. У нас получается вот такой чашелистик. Остатки мастики. Убираем в пакет. И переходим к работе на коврике. Для этого нам понадобится наш инструмент с шариками. И так. Кладем наш чашелистик вот таким образом. Внешнюю частью на коврик. И начинаем шариком одновременно и вытягивать аккуратненько. и вдавливать, придавая форму этим частям чашелистика. Тем самым мы еще и утоньшаем вырезанными нами форму. И так. Мы утоньшили. Получили вот такие небольшие впадинки. Углубления. Что характерно для чашелистика розы, если вы посмотрите, обратите внимание. И теперь просто за зажимами, прищипом выделяем центральную основную прожилку, чтобы получить вот такой результат. Также на следующем. И следующая часть. И опять следующая часть. И наконец пятая. Вот таким способом у нас получился чашелистик. Держим все также за основу и начинаем делать углубления в серединке чашелистика. Сильно углублять не надо, но это точно. Так мы углубили. Небольшое количество воды наносим в наше углубление. Берем нашу розу, которую мы создали накануне и продеваем. Через основание чашелистика. Вот так у нас получился вот такой чашелистик. Естественно мы видим, что основание очень длинное. мы его аккуратно убираем. И аккуратненько обжимаем остаток чашелистика. его уплотненную часть. Обжимаем вокруг розы. Так вот чашелистик у нас получился. Все неровности или поверхности вы можете разровнять скалочкой. Можно разровнять этот переход от уплотненной части к стеблю. Хотя он может у нас скрываться далее под тайп-лентой. В любом случае сделаем этот переход аккуратненьким. Вот так мы все сделали. Теперь остается нам окрасить чашелистик. Чашелистик мы можем окрашивать пока мастика сырая. И также мы можем окрашивать ее, вернее, когда мастика подсохнет. Но дело в том, когда мастика сухая, очень большой шанс того, что при помощи даже небольших касаний кисти мы можем разбить мастику. Поэтому я бы рекомендовала именно на этом этапе прокрасить все части, пока мастика сырая. Итак, сначала я наношу светлый цвет зеленый. Оживляем наш такой приглушенный зеленый цвет мастики. Вот так. Далее на серединку наношу более темный. На серединку и ближе к основанию более темный цвет. Украшаем все части. А также вот эту уплотненную часть чашелистика. Внутреннюю часть чашелистика мы окрашивать не будем. Если вы посмотрите на розу, вы увидите, что эта внутренняя часть чашелистика гораздо светлее, чем внешняя часть. Поэтому оставим так, как есть. Вот этот этап завершён. Теперь нам осталось прикрутить веточки, которые я сделала накануне. Вот такие ветки для розы. Для этого мы используем тейплинку. Она довольно липкая. Очень удобно ей работать. И я использую именно светло-зеленый цвет. А именно потому, что этот цвет очень хорошо и легко окрашивается в любые другие тона. Я покажу, как это всё будет происходить. Итак. Мы накручиваем аккуратненько ленту. Удаляем излишки. У нас получается вот такой вот ствол. Далее. Прикручиваем нашу первую веточку. Ветка розы состоит из пяти листочков. Два парных, один не парный. И прикручиваем к нашей розе. Заводим ленту. Прикручиваем веточку к стволу. По всей длине. Стараюсь укрепить эту веточку. Как можно крепче прикрутить. И то же самое мы проделаем со второй веткой. Вторую веточку мы прикрепим ниже первой и с обратной стороны. Отпускаем ее пониже. Относительно той веточки, которая у нас уже на розе. Заводим ленту. Прижимаем. И вот такими движениями. Тщательно. Аккуратно. Прикручиваем и вторую ветку. Можем еще раз обкрутить наш ствол. Сделать его более ровным и гладким. Вот так мы получили ствол. Веточки. Практически завершенная роза. Теперь осталось нам затонировать ствол. Я для этого верну краски назад. Буду использовать темно-зеленое и бургундия. Покрашу ствол в темно-зеленый цвет. Вот видите, как хорошо этот зеленый цвет. Цветло-зеленый цвет. Тайп-лента закрашивается. Принимает тот цвет, с которым мы работаем. Так пройдемся по всей длине. Вот так. И теперь немножечко добавим цвет бургундии. на те места, где веточка соединяется со стволом. Здесь. И вот здесь. И вот здесь. Вот здесь. И придадим немножко бургундии. на краешки. Нанесем. вот сюда. Буквально беззаметный оттенок. Различимый. Немножечко нанесем. Вот сюда. К основанию. На веточке. И немножечко по стволу. Немножко. Вот у нас и получилась вот такая роза. роза. То, что я планировала. У меня получилось повторить ту розу, которую я сделала накануне. И я вас. вот здесь. Продолжение следует... Продолжение следует...